Huawei показали свой новый чипсет Kirin 970 еще на выставке IFA 2017, и так как их флагманские смартфоны мы в этом году уже видели, абсолютно очевидно, что им должны были оборудовать фаблет серии Mate, и вот сегодня нам показали его, а точнее их сразу три! Короче говоря, не переключайтесь и сами обо всем узнаете. Начнем с того логики, чего я не могу понять совсем, это форм-фактор. Mate 10 и Mate 10 Pro обладают безрамочными экранами с поддержкой HDR. В простой десятке это 5,9 дюймовый дисплей со стандартным соотношением сторон 16 на 9, выполненный по технологии RGBW LCD и разрешением 2К. В Pro версии у нас уже экран вытянутый 2 к 1, как завещали LG, и здесь он OLED с, внимание, разрешением Full HD+. Объясните мне кто-то несколько вещей. Во-первых, почему в Pro разрешение меньше? Во-вторых, почему оно меньше приолет технологии исполнения, которая как бы требует более высокой плотности пикселей для чистого отображения картинки? Ну и в-третьих, почему спикер оправдал Full HD+, разрешение экрана меньшей нагрузкой на батарею и железо? По его логике получается, что в простом Mate 10 эти факторы будут страдать из-за более крутого экрана. Мне кажется, что Pro версия должна быть лучше во всем, а не предлагать что-то одно вместо другого. Если согласен, ставь лайк. Вернемся к экрану Mate 10. RGBW технология заключается в добавлении четвертого белого цвета к трем стандартным. Это якобы позволяет экрану выдавать более высокую максимальную яркость и при этом быть более энергоэффективным. Что же, ожидаем аппарат на тест, чтобы посмотреть это чудо техники в реальных условиях. Одной из важных фишек обоих устройств является якобы компактные габариты для этих диагоналей, но в слова спикера об удобном использовании и адекватных ощущениях в кармане мне как-то верится слабо. 6 дюймов они и в Африке 6 дюймов, так что никакой эргономики здесь мы не дождемся. Приятной новостью лично для меня было то, что в Mate 10 сканер отпечатков пальцев оставили на лицевой панели, но в Pro из-за более вытянутого экрана его перенесли на тыльную, но разместили под камерой, а не справа от нее, за что Samsung был заслуженно потроллен всем известной проблемой с залапыванием камеры. К слову об отпечатках пальцев, собирать их аппараты будут с отдельным удовольствием, ведь и лицевая и тыльная панели у нас стеклянные, да еще и белых модификаций нет. Одни черные, серые, золотые, синие да розовые. Как и год назад, на базе Pro версии будет выпущен Mate 10 Porsche Design, он будет отличаться подложкой под стеклом на тыльной панели с имитацией керамики, которая якобы слишком тяжелая для использования в качестве стройматериала корпуса. У него 256 гигабайт хранилища и расширенная комплектация. Маленький нюанс, которому на презентации почему-то внимания не уделили вообще, это миниджек, его сохранили в простой десятке и убрали из прошки, почему так, огромный вопрос. Также порадовала влага и пылезащита, представленная IP53 и 67 стандартами для младшей и старшей версии соответственно. Переходим к железу. Начинкой служит чипсет HiSilicon Kirin 970, обладающий процессором, выполненным по 10-нанометровому техпроцессу, в котором установлено по 4 производительных и энергоэффективных ядра с частотами в 2,63 и 1,8 ГГц. Графикой выступает Mali-G72 и помимо всего этого у нас имеется ядро нейронных вычислений и 2 ISP, отвечающих за обработку изображений, о чем мы поговорим позже. Huawei похвастались приростом быстродействия, большей скоростью по сравнению с конкурентами и более высокой производительностью в таких сложных задачах, как машинное обучение, распознавание объектов и многое другое, для чего и было разработано специальное нейронное ядро. Очень забавно было слушать о том, что Mate 10 будет так же шустро работать даже после 18 месяцев использования, и из этого выплывает то, что Samsung и особенно Google хуже разбираются в оптимизации ПО, чем Huawei, во что при всем уважении к бренду верится так себе. Батарейки в лопатах установлены везде одинаковые на 4000 мАч, что уже неплохо на фоне Samsung с их банками на 3000+. Смартфоны поддерживают фирменную технологию зарядки, которая наполняет больше половины батарей за 30 минут, и по заявлению авторитетных тестировщиков электроники абсолютно безопасно. На фоне воспламеняющихся Galaxy Note'ов и вздувающихся яблок такие вещи слышать гораздо приятнее, чем россказни о всяких там ненужных инновациях. Ну и из приятных мелочей отмечу VoiceOver LTE, доступное для обоих сим-карт соединение 4 и 5G с пропускной способностью до 1,2 гигабита в секунду, грамотную гибридную навигацию, умное подавление шума на телефонных разговорах и многие другие уже не такие нужные в жизни вещи. Камеры у гаджетов сдвоенные, цветной модуль на 12 мегапикселей и черно-белый на 20, оба с апертурой f1.6. Также в арсенале имеется оптическая стабилизация, но установлена ли она в обоих объективах, не сказали. Как по мне, основным достоинством этого всего является не так железо, как софт, который определяет объекты в кадре и меняет настройки съемки, умеет блюрить фон и повышает качество программного зума картинки. Короче говоря, нейронный чип нагрузили по полной, и я надеюсь, что это все реально будет работать как надо. Ну и вишенка на тортике, компьютерный режим, который здесь реализован по уму. Во-первых, подключаемся мы к монитору по обычному кабелю, а не через док-станцию. Во-вторых, сам гаджет может выполнять функцию тачпада и клавиатуры. Смартфон при этом остается жить своей независимой жизнью. То есть входящие звонки вас не прервут, да и вы без проблем можете скопировать данные на смартфоне и потом вставить их в десктопном варианте, ведь буфер обмена у обоих представлений общий. Самое главное, цены Mate 10 в версии 4.64 будет продаваться за 700 евро. За прошку 6.128 попросят 800. Что интересно, цена на 4.64 почему-то не сообщалась. Porsche Design стартует от 1400 евро, и это, если честно, уже граничит с адекватностью. Но судя по презентации, прошлое поколение премиум фаблета продавалось очень хорошо. Поэтому и новая, скорее всего, свою аудиторию найдет. Но есть и хорошие новости. Mate 9, который еще не утерял своей актуальности, можно купить за нормальные деньги. Поэтому, если десятку вам кошелек не позволяет, не расстраивайтесь. В любом случае, все эти смартфоны уже есть на нашем сайте pickblade.com. Мы будем следить за обновлениями, и как только новинки поступят в продажу, цены на них тут же появятся в соответствующей вкладке. Ссылки на все это добро, а также линки на кэшбэки, которые будут помогать вам экономить деньги на покупках в интернете, ждут вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дима, Ferrum.com. Ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео. Это очень нам помогает. Спасибо всем огромное за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok